Здравствуйте! Это программа Senior Vitality и я Катерина из Community Tech Network. Сегодня у нас заключительный урок по теме приложения. И в нем я расскажу вам о приложении YouTube, о том, как находить видео, как начать просмотр, как закончить просмотр, как поставить на паузу и также как подписаться на канал. Итак, начнем. Вот так выглядит приложение YouTube. Мы скачали его с вами в предыдущем занятии. Пожалуйста, откройте его. Явно, если вы просматриваете это видео, вы уже на YouTube, но просто, чтобы вы понимали более глубоко, как работает YouTube. В правом верхнем углу у меня здесь кружочек с буквой «К». Это значит, что я в своем аккаунте в YouTube. И там будет либо моя фотография, если бы она была у меня на аккаунте, если бы я добавила ее, либо, вот как сейчас, просто первая буква моего имени. Если вы видите просто силуэт какого-то человечка на сером фоне, такой безличный, это значит, что вы не зашли в свой аккаунт. Вы все еще можете пользоваться YouTube, нет проблем, но вы не сможете, ваши функции будут ограничены. Вы не сможете ни подписаться на канал, ни прокомментировать что-либо, ни сохранить видео себе, добавить его в плейлист. То есть, если вы хотите все этими функциями оперировать, тогда вам нужно зайти в свой аккаунт. Я также показывала в предыдущем видео, как это сделать. Итак, вот здесь внизу на YouTube есть несколько вкладок. И первая из них, видите, горит красным. Это значит, что мы на вкладке «Главное». И здесь опубликованы видео самые популярные. Так как я открыла YouTube первый раз, вот я его скачала, открываю первый раз, и мне какие-то рандомные, по разным темам абсолютно выдает видео. И спорт, и смешные какие-то, и рецепты, и так далее. Но в будущем, когда вы будете все больше и больше пользоваться YouTube и просматривать видео на определенную тему, YouTube также будет вам на главную страницу выдавать видео на определенную тему. То есть, если вы смотрите спорт на YouTube, значит, вам будет выводить видео на спортивную тематику. Если это рецепты, или медицина, или еще что-либо, по этой тематике у вас будут видео популярные. Итак, видите, вот это вот все видео. Вот эти вот картинки, это значит, что это видео. И здесь на каждое из них есть время. Это длительность этого видео. Дальше у нас снизу, видите, такими большими буквами написано название этого видео. И чуть ниже различные имена или название. Это название YouTube-каналов, то есть людей, которые, или групп, или компаний, которые эти видео выкладывают. И также рядом можно посмотреть, сколько просмотров у этих видео. И также чуть ниже, когда они были выложены. Например, это 6 месяцев назад, это неделю назад, это 5 дней назад и так далее. То есть вы, если вам что-то интересно из вот этой подборки, вы просто нажимаете, и у вас пошло видео. Если вы хотите его закрыть и вернуться к этой подборке, все, что вам нужно сделать, это вот так смахнуть. И вот здесь вот, видите, появился крестик. Я на него нажимаю. То есть еще раз. Если вы смотрите какое-то видео, вы хотите его завершить, вот так смахиваете и нажимаете на крестик. Если же вы хотите найти видео определенное, на определенную тему, в данном случае мы будем искать канал Senior Vitality. Для примера. Вам нужно найти значок лупы. Он находится вот здесь, в правом верхнем углу у меня. Я нажимаю, и у меня сразу же появляется клавиатура, потому что мне нужно ввести свой запрос. Я ввожу Senior Vitality. И, видите, мне выдает различные варианты, но так как я уже ввела то, что я хочу, я просто нажимаю на слово Search или Поиск. Вот здесь вам выдает рекламу. Видите, здесь прям так по-русски и написано. Реклама. То есть мы это просто пролистываем. Дальше мне выдает вот все, что в кружочке, если вы видите, это значит, это канал, на котором есть множество видео. То есть вот это мне выдало канал с таким названием, а вот это видео на этом канале. Я могу вот так вот листать. И также, если я буду листать внизу, видите, мне выдает какой-то другой еще канал и другие видео. Но я знаю, что мне нужен вот этот, Senior Vitality. Я могу на него нажать. И здесь также, видите, различные есть вкладочки. Если я ищу какое-то определенное видео, я могу просто вот здесь вот все видео и могу искать так. Вот, допустим, интернет, предыдущее наше занятие на русском. Либо я могу нажать на вкладку видео и вот в форме такого вот списка найти видео. Либо я могу попробовать плейлисты. То есть плейлист – это как бы плейлист, в котором есть несколько видео. Например, видите, вот урок номер два. Интернет Russian на русском. Сколько там видео? Три штуки, видите, написано. Если я нажму, то мне откроют эти три видео и я могу выбрать любой из них. Ну, например, вот этот я хочу первый. Нажимаю и, видите, у меня открывается видео на эту тему. Я могу, видите, посмотреть название. Вот здесь вот есть маленькая такая, маленький треугольничек. Если я на него нажму, мне выдаст описание этого видео. Здесь вот есть комментарии. Если я хочу написать комментарий к нему, я просто нажимаю. Видите, у меня появляется клавиатура, и я могу напечатать что-либо и нажать «Отправить». У меня сейчас выключено аудио, чтобы не перебивало то, что я говорю. Но если вы включаете видео и не слышите звук, скорее всего, у вас отключен звук. Где его отрегулировать? Вот у вас есть фронтальная камера, вот здесь. И справа от нее, сбоку, есть две кнопки. Я сейчас не буду двигать свой iPad, но вот фронтальная камера и сбоку две кнопки. Верхняя кнопка – это выше звук громкость и нижняя – ниже громкость. Так, если я хочу, например, поставить видео на паузу, мне нужно легонько коснуться видео. Видите, у меня появились вот такие кнопки на несколько секунд, и потом пропали. То есть мне нужно легонько нажать и дальше нажать посередине на вот эти две черточки. Эти две черточки означают кнопка пауза. Как только я нажала, у меня видео остановилось. Если я хочу продолжить просмотр, теперь мне нужно нажать тоже посередине этого видео на треугольничек. И у меня видео продолжилось, и сейчас эти кнопки пропадут. Видите? Дальше. Если я хочу, мне слишком маленький этот экран, я хочу на весь экран сделать. Опять нажимаю легонько на видео, и вот здесь в правом нижнем углу у меня есть вот такой квадратик. Я на него нажимаю, и у меня видео становится на весь экран. Если я хочу выйти из этого режима, я опять нажимаю легонько и быстро нажимаю на вот этот квадратик. Видите? У меня видео опять стало маленьким. Если я хочу закрыть это видео, я больше не хочу его смотреть, все, что мне нужно сделать, это вот так провести вниз. Давайте еще раз покажу. Просто вот так вниз. И у вас видео убежало, видите, в правый нижний угол. И вот здесь есть крестик. И нажав на этот крестик, видео у нас закроется. Давайте еще покажу вам кое-что. Значит, когда вы смотрите видео, вот здесь вы можете смотреть красная вот эта черта, сколько вы уже просмотрели и сколько осталось смотреть. Дальше. Вот здесь у вас есть кнопка автопроизведения. Если она у вас горит каким-то цветом, это значит, что как только закончится вот это видео, у вас начнется следующее. То есть в данном случае это вот это. То видео, которое находится под автопроизведением, начнет у вас проигрываться. Если вы не хотите такую функцию, вам просто нужно выключить автопроизведение. Дальше. Вот в этой части экрана у вас будут видео, которые YouTube предлагает вам посмотреть так же. Возможно, оно как-то связано с темой, которую вы сейчас просматриваете. Возможно, это просто какие-то популярные видео в интернете. И вы спокойно можете нажать, и у вас пойдет другое видео. Дальше. Здесь вот есть разные кнопки внизу видео. Например, кнопка палец вверх и палец вниз. Что это такое? Палец вверх – это, грубо говоря, лайк. Вы, наверное, все слышали этот термин. Это, если вы хотите показать каналу, что вам видео понравилось, вы можете нажать на пальчик вверх, и видите, он загорится синим, и мы узнаем, что видео вам понравилось. Если же вам видео не понравилось, вы можете нажать на пальчик вниз, и мы также узнаем, что видео вам не понравилось. Также я ниже говорила, что можно комментарии оставить. Также можно поделиться этим видео, то есть вы можете нажать поделиться и выбрать, например, свою почту, у вас откроется ваша почта, и вы можете отправить это видео по электронной почте. Также вы можете сохранить это видео себе в закладке, чтобы не забыть посмотреть. И очень-очень важно, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Видите, здесь есть кнопка подписаться. Что это дает? Во-первых, вам будут приходить уведомления, когда будут публиковаться новые видео. Во-вторых, чем больше у нас подписок, тем больше людей могут посмотреть эти видео. И также, чем больше людей ставит вот этот вот лайк, тем больше людей могут узнать об этих уроках. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. Вот я сейчас нажму подписаться. И видите, мне сейчас говорит «Вы подписаны». И рядом с «Вы подписаны» есть колокольчик. И если я на него нажму, он станет синим. И меня спрашивает, какие... То есть этот колокольчик означает уведомления, что мне будут приходить уведомления обо всех видео. И я могу здесь выбрать. Я хочу, чтобы мне все уведомления приходили на основе моих предпочтений. То есть если я смотрю только видео на русском, значит, я выберу вот на основе моих предпочтений, чтобы мне, например, на китайском видео iPad-уроки не присылали. Либо я вообще не хочу никаких уведомлений и отключаю их. То есть это ваше уже право. И если я хочу закрыть это видео, я вот так смахиваю вниз и закрываю. Если я хочу вернуться на основную страницу, вот здесь я на странице канала, все, что мне нужно сделать, это нажать на вкладку «Главное». И вот, пожалуйста. Вкладка «Главное». Вот поиск. И я могу искать любые другие видео, которые захочу. Я немного пройдусь вот по кнопкам вот здесь. Вот эта кнопка «Навигатор» — это, грубо говоря, YouTube рассортировал видео по определенным телам. Например, музыкальные видео или новости, мода, то, что сейчас в тренде, то есть то, что сейчас просматривают, обучающие и так далее. Подписки — это здесь собраны все видео с каналов, на которые вы подписаны. Вот сейчас у меня показано, что я подписана только на один канал, на Senior Vitality. Но если бы я была подписана на другие каналы, у меня также было бы здесь все публикации. Дальше. «Входящие» — это какие-то сообщения, которые на YouTube вам отправляют. Скорее всего, вы этой вкладкой пользоваться не будете. И «Библиотека» — это видео, которые я просматривала и которые я себе сохранила. Например, вот я просматриваю второй урок. Я... вот здесь есть кнопка «Сохранить». И у меня это сохранилось в папку «Смотреть позже». Давайте проверим. Так. Нажимаю опять «Библиотека». И вот у меня есть папка «Смотреть позже». И вот видео, которое я добавила. Если я хочу удалить это из библиотеки своей, я просто нажимаю... Вот здесь есть три точки. И нажимаю на «Удалить из плейлиста». Все, видите, у меня это видео пропало. Опять же, как вернуться? Пожалуйста, вот главная страница, и вы на главной странице YouTube. Надеюсь, этот урок был вам полезным. Давайте я быстро повторю, что я сегодня вам рассказывала. Мы заходили в YouTube. Мы искали видео через кнопку поиска. Мы нашли телеканал... Мы нашли YouTube-канал Senior Vitality. И мы просмотрели видео. Чтобы просмотреть, мы нажали просто на вот эту картинку. У нас открылось. Если мы хотим поставить на паузу, нам нужно легонько нажать на экран и нажать посередине на две черточки. Они превращаются в треугольник. То есть это значит, что видео на паузе. Если я хочу продолжить просмотр, мне нужно нажать на треугольник, и видео начнет проигрываться. Кнопки все пропадут. Если я хочу видео на весь экран сделать, я нажимаю опять на видео. И мне нужно быстро нажать вот на этот квадрат в правом нижнем углу. Если я хочу вернуться в режим с маленьким видео, я опять нажимаю на видео и опять на квадратик в правом нижнем углу. Если я хочу закрыть видео, я просто вот так смахиваю вниз и дальше нажимаю на крестик. Если я хочу вернуться на главную страницу, откуда я начинала, я просто нажимаю на главную. И вот главная страница. Пожалуйста, будьте здоровы! Если у вас есть какие-то вопросы, в конце видео вы можете увидеть контакты, либо пишите в комментариях, понравилось ли вам видео. И если есть вопросы, пожалуйста, задавайте их. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова